У нас начинается неделя по тематике, то есть, в принципе, все, что мы делаем математикой, вы делаете, но у нас неделя на математике, так сказать, концентрированной очень, и это называется Третий Московский десант. У нас 5 преподавателей 5 дней, то есть, в среднем 1 преподаватель 1 день, в среднем один преподаватель 2 лекции. В точности 1 преподаватель 2 лекции, но сегодня и в будет по одной лекции двух преподавателей, то есть две лекции разных. А завтра, в четверг и пятницу, будет один, ну как бы, завтра будет один человек или еще по одному человеку в четверг и пятницу. Вот. Значит, ребята в основном с матфака вышки, правильно я говорю, или все вообще? Все вообще, да. И из разных других мест тоже. Вот. Например, ИПИ, Институт правильной передачи информации. Дальше ИТФ, Институт теоретической экспериментальной физики. Какие еще места я не назвал? Независимый университет. Независимый университет, без сомнения, да. И, наверное, все являются выпускниками этой конторы, да? Выпускниками, кажется, нет, но все-все так или иначе тесно связаны. Да, тесно связаны. Вот. Ну и тематика этих лекций будет много проще, чем тех, которые вы прогуляли в марте. Поэтому старайтесь все понимать, напрягитесь на целую неделю, нужно хорошенько поработать. Вот. Ладно, хорошо. Ну, еще раз, я еще раз всех приветствую. Всем большое спасибо, что пришли в такой замечательный солнечный летний день. Вот первый летний день в этом году, видимо. Не знаю, как у вас в Иркутске. В Москве такого лета еще не было. Вот. Я, опять же, хотел поблагодарить организаторов этого мероприятия, которые нас приглашают и нас тут целую неделю терпят. Вот. Особенно Лешу и Александра Юрьевича Филатова. Вот. И всех остальных. Я буду рассказывать про комбинаторику. Тело лекции. Разбиение и диаграмму Юга от Эйлера до наших дней. Вот. И это примерно от Эйлера. Эйлер это примерно 18 век. То есть, не примерно, а точно 18 век. Ну вот. И лекция будет состоять из трех частей. Одна из них будет относиться к веку 18-му, другая к 19-му. Третья это уже 20-й и 21-й. Вот. Ну, вы это все увидите. Значит, по поводу комбинаторики. Наверное, у многих из присутствующих когда-нибудь был или, может быть, сейчас идет какой-нибудь курс комбинаторики или дискретной математики, или, может, в курсе алгебры вы что-то такое изучаете. Бывали какие-нибудь задачки вроде того, что сколькими способами можно рассадить четырех человек на четыре стула? Да. Вот вы знаете такие, да? Или там, если там в аудитории, я не знаю, 25 человек, сколькими способами можно выбрать двоих, которые там должны что-нибудь сделать? Кстати, сколькими способами из 25 человек можно выбрать двоих? Сколькими способами можно выбрать двоих? Ну, хорошо. Сколькими способами одного можно выбрать? 25, очевидно, да, конечно. Сколькими способами, спрашиваю, а двоих тогда? 300. 300? 300 или 600? 600. 600, да. А почему 600? А не 300? 25 на 24 это сколько? Это 600. А может быть, все-таки 300? Да. А это зависит от того, что именно я вас спрашиваю. Я не уточнил, поэтому и ответы разошлись, оба ответы правильные, кстати, да? Вот, если вам нужно, я не знаю, послать двух человек, чтобы один из них там повесил объявление на доске аудиоканата, а еще один, там, я не знаю, что-нибудь... А человек купил двух водородов и запустил. Или так, или так. Хорошо, это значит, одного можно выбрать 25 способами, а второго, одного из оставшихся, любого, можно послать... Нет, конечно, на самом деле, ответ на такой вопрос неправильный, потому что, кому попало, нельзя поручать такое важное дело. Так что ты описал неправильно. Хорошо, значит, оставшуюся миссию можно доверить любому из 24 человек, да? Значит, получается, 25 умножить на 24, это 600, да? А если, если два человека должны принести какой-то огромный стол, и вам все равно, кто из них там... То есть, у них нет двух разных миссий, да? Если два человека... То есть, послать Васю и Петю принести огромный стол, это то же самое, что послать Петю и Васю. Тогда это количество еще надо поделить пополам, то есть, получится не 600, а 300. Вот, это, так называемый, что это, это такой беномиальный коэффициент, да? С из 25 по 2, да? Это 25 умножить на 24 пополам, и мы сегодня еще, наверное, увидим 25 в триал, на 23 в триал, на 23 в триал. Ну, в общем, это все написано в любом учебнике-комбинаторике, у нас речь пойдет не об этом. А речь у нас пойдет о другой задачке, которая относится к разбиениям чисел на слагаемые. Значит, она по виду такая же, как вот все эти привычные задачи по комбинаторике про четырех человек, которых надо как-то рассадить. Значит, давайте рассмотрим такую задачку. Пускай у нас есть какое-то целое число, ну, натуральное число, целое положительное. Мы его хотим разбить в сумму слагаемых. Значит, мы говорим, что разбиение – это представление числа в виде суммы нескольких слагаемых. Ну, вот, ну, например, там, вот число 5 мы представили как 2 плюс 3. Вот, и при этом порядок не важен. Вот так же, как в той задачке про двух человек, которые носили стол, нам не важно, кого из них, кого из них мы там назначаем первым, а кого вторым. Вот, да, порядок слагаемых в разбиении не важен. То есть, 2 плюс 3 и 3 плюс 2 – это одно и то же разбиение. Понятно примерно, что считаем, да? Значит, если мы будем считать такие разбиения, то можно думать, что если у нас число разбито на слагаемые, и порядок нам не важен, то мы можем взять любой порядок, который нам более всего по душе. Ну, например, возьмем слагаемые в таком порядке, что они будут убывать, не строго. Слагаемые могут быть одинаковыми. Ну вот, и если у нас есть такое разбиение, то мы ему можем сопоставить картин. Значит, вот я, например, нарисовал разбиение числа 13, то есть написал, что 13 – это 5 плюс 3 плюс 3 плюс 2, и нарисовал картинку. Значит, все видят, что на этой картинке изображено то же самое разбиение. Картинка состоит из клеточек, которые составляют строки, и эти строки выровняны по левому краю. При этом, если я считаю, что разбиение у меня такое нестрого убывающее, то каждая строка будет либо короче, либо такой же, как предыдущая, как та, которая над ней. Да, вот у меня в первой строке 5 левочек, во второй – 3, в третьей – 3, в последней – 2. Ну вот, то есть у меня получилась такая картинка из клеток, которая называется «Диаграмма Юнга» в честь математика по фамилии Ян. Почему-то его на русский обычно всегда транскрибируют как Юнг, но, в общем, он англичанин, поэтому произносится он, конечно, как Ян. И он жил в начале, в первой половине 20-го века и совмещал занятия математикой в Кембридже с службой в церкви. Он был приходским священником в одной из церквей в каком-то селе недалеко от Кембриджа. Ну вот, ну неважно. Значит, если мы… Он придумал как раз разбиение, задаваясь вот такими вот картинками. Их иногда изображают как-то немножко по-другому, от другого угла как-то отступают. Но мы будем использовать такое обозначение. Значит, что про эти картинки можно сказать? Ну, вы можете на самом деле про них думать, как про, не знаю, кому-нибудь довольнуюсь в своей жизни класть плитку где-нибудь, не знаю, в ванной комнате или… Такое дело. Вот, у вас есть угол, в котором вы кладёте плитку. Вот. Вот вы эту плитку кладёте по одной. И в каждый момент вы хотите, чтобы у вас плитка лежала ровно так, чтобы, наверное, не можете класть плитку так, чтобы она примыкала тут по одной стороне. Вы хотите, чтобы каждая плитка, которую новую, которую вы положите, примыкала бы по двум сторонам. По, как бы, неловко уже фиксированный левый верхний угол, да? То есть она может примыкать либо к стене одной стороной, как здесь, либо к двум уже имелищимся плиткам. То есть когда вы, согласно такому-то алгоритму, будете класть плитку какое-то время, то то, что у вас получится, что у вас будет сложно это исподрать, это диаграмма Юнга. И то, что я нарисовал, оно соответствует разбиению 4 плюс 3 числа 10, например. Пока вроде всё понятно, да? Ну вот, ну если всё понятно, то давайте попробуем посчитать, сколько у нас есть разбиений у каких-нибудь малых, маленьких чисел. Значит, вот, допустим, у числа 1 есть одно разбиение. Его одним способом можно представить в виде суммы слагаемых. Оно 1 и всё. Значит, P от N я обозначаю число разбиений. Да? Значит, у меня сверху написано ещё P от 0. По какой-то таинственной причине я буду считать, что число 0 можно разбить на слагаемые тоже одним способом, а не нулём. Ну давайте так договоримся, да? Вот это наше соглашение. Ну, по сути, делается такая сумма, в которой слагаемых нет вообще натурально. Ну вот, пожалуйста, 0 числа у вас. Никаких 0 строчек в этой диаграмме. Ну 0 на то и 0. Сколько способов можно разбить число 2 на слагаемые? Двумя. 2 это 2 плюс 1. То есть 2 это 1 плюс 1 или просто 2? Слагаемое может быть и одно. Вы можете всю вашу имеющуюся плитку положить просто в одну строчку. То есть вот у нас, пожалуйста, две картинки. Одна отвечает разбиению 2 просто. Вторая отвечает разбиением 1 плюс 1. Хорошо, а число 3 сколькими способами можно разбить? 3. А какими? 3, 2 плюс 1 и 3 единички. Отлично. Вот они все 3 здесь нарисованы. Ну, наверное, как-то уже вырисовывается. По-моему, да? 1, 2, 3. Ну, как, число 4 сколькими способами можно разбить? 5. Наверное, это какие? Я не знаю. А, число Бибоначчи, да, отлично. Вы знаете про число Бибоначчи, это очень хорошо. Вот. Это нам пригодится. Да, хорошо, ладно. Значит, число 4 разбивается 5 способами. Это давайте все тоже нарисуем. Вот я их все нарисовал. Это 4, потом 3 плюс 1, потом 2 плюс 2, 2 плюс 1 и 4 единички. Хорошо, значит, 1, 1, 2, 3, 5. Ну, и каждый, кто когда-то читал какую-то популярную книжку по математике, скажет, ну, да, последующее число должно быть 8. Значит, число 5 можно разбить по 7 способами. Ну, давайте посчитаем и убедимся, что это так. Ну, я хочу, на самом деле, действительно искать закономерность. Ну, если получится, если получится. Ну, на самом деле, ну, вот, некоторые, например, такой замечательный математик Владимир Игорь Чарнольд считал, что математика – это такая часть физики. Физика – наука экспериментальная. Физики ставят опыты, они там что-то измеряют в лаборатории, да, и там строят коллайдер и, значит, разгоняют. Смеряют там частицы, что-то такое смотрят, меряют. Вот, он говорит, что математика – это такая тоже часть физики. Это экспериментальная наука, но в отличие от физики единственное, что эксперимент стоит гораздо дешевле. Вам не нужно строить коллайдер для того, чтобы посчитать число, разбиение числа 5. Вам нужна бумажка и ручка, и немножко времени. Может быть, там, для каких-то больших чисел нужен компьютер. Ну, в общем, все. Значит, мы сейчас ставим эксперимент. И мы пытаемся понять закономерность. Ну, что, получилось 8? У вас получилось 5, да? 6. Ага, кто больше? 7 получилось. А 8 не получилось. Это правильно, потому что это не всякая последовательность, которая начинается с 1, 2, 3, 5, продолжается восьмеркой. Вот, пожалуйста, у нас 7 разбивений числа 5. Вот они. 5, 4 плюс 1, 3 плюс 2, дальше 3 плюс 1 плюс 1, 2 плюс 2 плюс 1, 2 плюс 3 единички и 5 единичек. Вот, пожалуйста, 7, а 8 не существует. Но вы просто можете попробовать все себе перебрать. Вот я все перебрал, нарисовал. Ну, ладно, дальше. Да дальше. Ой, что случилось с проектором? Так, вот он, он вернулся, он с нами. Вот, ладно, он ведет все странно, но хорошо. Значит, для 5 получилось 7, а для 6 получилось 11. И тут нарисовать стало лень. Ну, давайте это будет упражнение для слушателей. Нарисовать все разбиения числа 6, на слагаемые, нарисовать соответствующие диаграммы Юнга. Вот, и, ну, как-то вот, я не знаю, что это за последовательность, да? Значит, ну, не Фибоначчи, там, не геометрическая прогрессия, что еще мы знаем. Вот, никакие квадраты, я не знаю. В общем, угадать запономерность не получается. Ну вот, ну и на самом деле эта задача, хоть она и выглядит как такая стандартная задачка в комбинаторике, вроде того, что рассадить 4 человек на 4 стула, у нее ответ не записывается, как говорят, замкнутой формулой. Вы не можете написать вот такую вот формулу, как для числа сочетаний, чтобы она вам считала то, что вы хотите. Ну, значит, приходится привлекать какие-то чуть более мощные средства для изучения числовых последовательностей. Ну вот, я вам сейчас про одно из таких средств расскажу. Оно называется производящая функция. Сейчас. А может быть, кто-то про это что-то изучал? Это не входит в какой-нибудь стандартный курс? Леша? Или, господа студенты? Я не знаю точно. Там, наверное, на алгебре, на какой-нибудь дискаретной математике, это мне очень, да? Ну ладно, ну не очень, а сейчас мы поймем, что это такое. Значит, пускай у нас есть какая-нибудь последовательность, которая занумерована целыми числами, например, с нуля. Вот. А0, А1, А2 и так далее. Ну вот, мы можем рассмотреть такой, как говорят, формальный ряд. Ряд, формальный ряд, это как многочлен от какой-нибудь переменной, переменной, я здесь обозначу Q, ну, почему бы нет? Как традиционно, в науке часто используется букву Q. Значит, я рассматриваю такой формальный ряд. Что такое формальный ряд, вы, наверное, знаете. Ну, это как многочлен, только многочлен бесконечной степени. У него может быть бесконечно много этих слагаемых. Ну вот, А0, А1 умножить на Q, потом какой-то коэффициент А2 умножить на Q в квадрат, какой-то коэффициент умножить на Q в кубе и так далее. Вот. Ну, если их конечное число, то такая сумма называется многочленом, как учат в восьмом классе. Если бесконечное, то в восьмом классе это не учат, а могли бы. В общем-то, это формальный ряд. Формальный степенной ряд. Ряд, любительского, это крайний год детского сада. Крайний год детского сада, наверное, да. Ладно, про линейные формы мы потом поговорим. Дифференцирование линейных форм. Ну вот, хорошо, давайте рассмотрим самую простую последовательность, какую можно только придумать. Последовательность из одних единичек. Что за производящие функции ей соответствует? Да, вот этот ряд называется производящей функции последовательности. Значит, если я написал такой вот последовательность из одних единичек, то какой ряд я должен написать, который бы ей соответствовал согласно вот этому краю? Знаете ли вы такой ряд? И он как раз тоже проходит в школе. Ну, чего он? Смелее. Значит, вместо А0, А1, А2 и так далее, надо поставить единички. 1 плюс Q, плюс Q в квадрат, плюс Q в кубе, плюс Q в четвертый и так далее. Это называется, совершенно верно, это называется сумма геометрических прогрессий. И для нее есть некоторая формула, которую тоже изучают, кажется, в восьмом классе. Вот, формула такая. Сумма геометрических прогрессий равняется 1 делить на 1 минус Q. А потом, уже в восьмом классе это изучают, а потом, наверное, уже на первом курсе объясняют, что это значит. Ну, это значит следующее, говорят на первом курсе. Ну, на самом деле, вот есть такой вот ряд, да, и вы можете рассмотреть у него частичные суммы, а не конечные. И вы можете рассмотреть предел. Вот тогда, если Q это какой-то там параметр числовой, и он там, допустим, по модулю меньше единицы, то такой предел частичных сумм существует. Если вы будете брать 1 плюс 1 вторая плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая, то что вы получите? Что будет в сумме? Один, половинка, 1 четверть, да, знаете, как это самое? Бесконечно много математикам. Законит бар, и первый говорит, налейте мне, пожалуйста, кружку пива. А второй говорит, налейте мне пол кружки пива. А третий говорит, налейте мне четверть кружки пива. Бар, мы нахажем, заглядываем, вот так много всех. Наливает 2 кружки. Ладно, слушайте, все, валите отсюда. Ну вот, значит, вот, пожалуйста, сумма геометрической прогрессии. Вот. И это наш... Это вот такая вот дробь 1 делить на 1 минус q. И это нам еще пригодится. Хорошо. А вот если, например, взять другую последовательность, которая на этот раз уже конечная, если взять строчку треугольника Паскаля, если взять число сочетаний c из m по i, это количество способов выбрать и элементов из n, то есть назначить, я не знаю, выбрать и человек из клинической группы, в которой всего n человек кружится. Вот. То, значит, для нее противодействующая функция будет выглядеть вот так. Это вы, наверное, тоже узнали. Это кто такой? Ну, если я возьму, например, для маленьких n, если я возьму 1 плюс 2 q плюс q квадрат, это... Узнали на молча. А, n, а, там, не знаю, 2 q, да? Эксперимент показался, что узнали на молча. А, 3, q, это 1 плюс 3 q плюс 3 q квадрат плюс q в кубе. Знаю, я не знаю. Ну и так далее. Значит, это строчка треугольника Паскаля, 1, 2, 1. Это 1, 3, 3, 1. Следующая там, а, 4 q будет. 1 плюс 4 q плюс... Что дальше? 6 q квадрат, а дальше, наоборот, это такое симметричное. 4 q в кубе плюс q в четвертой. Вот. Это вот... Вот эти две формы проходят в куле. А, с ними? Вот. Это кто-то ге? Скажите, кто из громко? Это беномнитона, конечно. То есть, это будет 1 плюс q в четвертой квадрате, это 1 плюс q в четвертой квадрате, это 1 плюс q в четвертой квадрате, это 1 плюс q в четвертой квадрате, ну и так далее. Ну, вот, значит, получается, что в этом случае такое вот большое выражение сворачивается в n-тую степень такого двучлена, 1 плюс q. Ну вот, хорошо. А вот еще пример, про который мы с вами говорили сегодня уже. Значит, вот у нас есть такая последовательность замечательная, 1, 1, 2, 3, и дальше я, дальше 5, и дальше все как в книжке Мартина Гарднера или какой-нибудь еще книжке, в которой написано про число Фибоначчи. 13, 21, там что там дальше, 34, да, и так далее. Вот у нас последовательность чисел Фибоначчи. Вот, и они задаются таким вот правилом, которое написано на слайде сверху. Каждое следующее число равняется сумме двух предыдущих. 8 это 3 плюс 5, 13 это 5 плюс 8, 21 это 3 плюс 8, и так далее. Ну вот, давайте попробуем как-нибудь записать тоже производящую функцию этой последовательности. Вот, вот я и написал. 1 плюс q плюс 2 q квадрат, плюс 3 q в кубе, плюс 5 q в четвертый, плюс 8 q в пятый и так далее. Хорошо, значит, дальнейшее я вам сейчас оставлю в качестве такого упражнения, но я вам очень советую сделать. Я думаю, что, Леш, я думаю, что будет какое-то место, куда можно будет выложить слайды, да? Где-нибудь там на страничке... Ну, да, хорошо. Страничке ВКонтакте по Экалу Ридингс. Да, тогда, наверное, это слайд. А вот Филакова надо не забыть их послать. Обязательно. Вот, хорошо, значит, упражнение, которое я вам предлагаю сделать. Если вы знаете, что последовательность Фибоначчи задана таким вот, как говорят, регурентным соотношением, выведите отсюда, что этот ряд удовлетворяет такому страшноватому функциональному уравнению, что f равняется 1 плюс q умножить на f плюс q квадрат умножить на f. А кто-нибудь, может, сейчас объяснить, почему это так? Ну, давайте попробуем, может быть, понять себе вместе, откуда это берется. Ну, вот у нас есть 1 плюс q плюс 2 q квадрат плюс 3 q в кубе плюс 5 в кубе четвертый плюс 13 в кубе пятый плюс и так далее. Это будет наша функция Эпо-круг. Может, 8? Хорошо, а что будет, если я ее умножу на q, на букву q? Что произойдет с этим рядом? Мы с ним обращаемся, как с многочленом. Он только, правда, бесконечный, но нам это не очень важно. Все, ко всем q добавится одна степень, да, то есть, там, где был q в квадрат, там, что ж такое, как-то, может, скринсейдер можно отключить? Так, значит, там, где был q в квадрат, действительно, там будет q в третий. Значит, там, где был q в пятый, сайт q в шестой и так далее. q умноженное по q, это будет, давайте я напишу так, q плюс q квадрат, плюс, чего дальше? Здесь, 2 q в кубе, да, плюс 3 q в четвертый, плюс 5 q в пятый, плюс и так далее. Хорошо, а если я, так, это было q на q в квадрат, а если я q в квадрат умножен на q, то что случится? То все это съедет еще на одну позицию, да, вы можете рассматривать, это как, на самом деле, как такой вот, я не знаю, как такую тестичную зачистую числа, что ли? Ну, то есть, считайте это какими-то такими разрядами, да? Сейчас мы будем складывать столбик, q в квадрат, плюс q в кубе, плюс 2 q в четвертый, плюс 3 q в пятый, плюс и так далее. Так, ну и что мы видим? Давайте соотнесем первую строчку и вторую и третью. Что вы можете сказать про такой вот? Что? Ну, да, значит, сумма этих двух, она равна почти что третьей, если забыть про эту единичку. А почему это будет так? А ну, как раз потому, что каждый очередной член, этой последовательности, вот пятерка, например, она равна сумме двух предыдущих. 3 и 2. Где стоит тройка? Вот здесь стоит тройка. Где стоит тройка? Вот она. Здесь. 2, 2, видите, здесь тоже 2. То есть пятерка равна сумме трех и двух, восьмерка равна сумме пяти и трех и так далее. Это будет во всех разрядах, кроме нулевого. А в нулевом в fq будет единичка, а в сумме вот этих двух не будет, понятно? Потому что здесь никак единички взяться неоткуда. Вот это, этот ряд, этот ряд, он делится на q, он начинается с свободного члена 0. Значит, получится, что f от q равняется q, плюс q квадрат, и чтобы это все было правдой, надо еще единичку добавить. Правильно? Вот, отлично. Значит, теперь вы можете просто произвести следующая арифметическая операция. Давайте мы перенесем все, что в f от q в одну сторону, и на него поделим. То есть получится, что f от q это единица поделить на 1 минус q минус q квадрат. Правильно? Вот, вот такой вот дробь можно разложить в ряд. Значит, мы уже умеем в ряд раскладывать геометрические прогрессии. 1 делить на 1 минус q, что-нибудь такое, мы с этим можем справиться. Ну вот, а здесь у нас есть дробь, у которой в знаменателе квадратное уравнение. То есть квадрат трехчлен. Что с ним можно сделать? Ну, квадратный трехчлен можно разложить на множители. Кстати, кто-нибудь знает, какие корни у этого квадратного трехчлена, который в знаменателе стоит? Можете так посчитать быстро? Это то самое золотое сечение, как раз, да? Значит, золотое сечение часто обозначается буквой φ. И можно сказать, ну, я вам действительно оставляю в качестве упражнения, чтобы вы досчитали, чему именно оно равно. Там появится какой-то корень из пяти и так далее. Ну вот. Но факт то, что эту дробь можно представить в виде суммы двух таких простых дробей. Я думаю, что этот прием вы знаете, да? В матанализе он встречался, когда вот такие вот выражения, например, приходится интегрировать. И если вы это сделаете, если вы найдете, чему равно А и В, а также φ и φ с чертой, то тем самым вы найдете представление вот этой последовательности в виде суммы двух геометрических прогрессий. Знаменатель этих геометрических прогрессий это будет что-то вроде φ или единицы на φ. В общем, что-то с корнем из пяти. Вот. И давайте я... А, и тем самым, когда вы это получите, вы получите, что очередное число Фибоначчи есть сумма членов двух очередных членов последовательных... То есть, двух некоторых фиксированных геометрических прогрессий. Вот. Это так называемая формула Бене. Вот она. Ну, когда на нее смотришь, то совершенно непонятно, как вот такой крокодил с корнями. Может быть, вообще целым числом... Это оказывается всегда только целым числом при любом n. Это будет n-то число Фибоначчи. Вот. Вот это можно доказать вот тем методом, который был на предыдущем слайде и который я вам предлагаю проделать самостоятельно в качестве упражнения. Ну вот. Ну а сами числа Фибоначчи были введены тем самым Леонардо Пизанским по прозвищу Фибоначчи в начале 13-го века в книжке, которая называется «Книга Абака». Абак это, ну это счеты такие, да, тогдашние. Вот. И Фибоначчи жил в городе Пизе, в Италии, в средние века. И знаете, вот сейчас... Да, и он действительно, он был купцом. Он сначала помогал своему отцу, который торговал за странами Магриба. И книжка, которую Фибоначчи написал, это по сути дела руководство по бухгалтерскому учету. Ну, поскольку он, значит, знал много каких-то разных штучек, не хотел, чтобы они пропали, он их все, вот, какие-то разные интересные задачи, какие-то приемы, какие-то методы вычислений, он все, значит, в эту книгу записывал. Вот. И, например, ему принадлежит такое очень важное достижение, которым мы пользуемся с вами каждый день, не по одному разу на дню. А может быть, кто-то его знает, да, что именно принес в Европу Фибоначчи? Что он мог бы, значит, какое важное математическое достижение в начале 13-го века у европейцев еще не было, а у арабов уже было? Скажите. Распределитель с разными способами, наверное? Ну, числа, а какие числа? То есть, на самом деле, арабы позаимствовали систему счета у индийцев, да, вот, а европейцы считали при помощи римских цифр, вот, и это страшно неудобно, вот, кто пытался сказать, попробуйте, да, два числа, там, трехзначных, записать стол, записать римскими цифрами и сложить, вот, на самом деле, даже в некоторых городах, по-моему, в Гене, был специальный закон, который запрещал пользоваться арабскими цифрами, потому что это давало арабским купцам слишком большие преимущества, это была бы, как сейчас говорят, продакционистская мера, да, вы знаете, как сейчас, там, ну, сейчас все-все говорят про все эти санкции, а эти санкции, вот, вот это были санкции 12-13-го века, арабам запрещали пользоваться привычным им счетом, вот, ну, и надо сказать, что действительно, что тогда единственный способ выучить математику для человека из глухой, темной, средневековой Европы был поехать на просвещенный арабский восток, то есть в страны Северной Африки, в нынешний Алжир, Тунис, вот, собственно, что и Фибоначчи проделал, и всем этим бухгалтерским премудростям, а также математическим, он обучился именно в своих путешествиях по востоку. Ну вот, ладно, значит, давайте мы от 13-го века перейдем к веку 18-му, и вернемся к той производящей функции, которую мы так и, которую мы так и не смогли победить. Значит, 1 плюс Q, плюс 2Q в квадрат, плюс 3Q в квадрат, плюс 4, P плюс 5Q в квадрат, плюс 7Q в квадрат и так далее. То есть у нас в качестве коэффициентов здесь выписано количество способов разбить N на слогаемое. Вот, там 7-ка, а не 8-ка, да, это уже не число Фибоначчи, это уже число разбиений. Мы вспоминаем снова про диаграммы Юнга наши, вот, и как-то смотрим на это, и непонятно что делать. Ну вот, когда непонятно что делать, что обычно делает математика, он упрощает задачу до такой, которую он может решить. Вот, давайте эту задачу упростим, да, такой совершенно идиотский. А вот если я вас спрошу, сколько есть разбиений числа N на слогаемых, каждый из которых равно одному. Ну, сколько? Сколькими способами можно разбить число 15 на слогаемые, каждый из которых равно единице. Ну, одним, конечно, да? Что за глупости? То есть каждое число представляется в виде суммы скольких-то единиц. То есть одним единственным способом. Ну, и для такой штуки можно выписать производящую функцию, которую мы обозначили P1 от Q, P с индексом 1. Это знакомая нам геометрическая прогрессия. Ну вот, ничего интересного. Мы геометрическую прогрессию уже видели. Хорошо. Ладно, давайте теперь немножко усложним нашу задачу. А если мы хотим разложить число на такие слогаемые, каждый из которых равно 2, сколькими способами это можно сделать? Чего? Число разъединиться на 2. Ну, нет, число должно представляться в виде суммы двоек просто. Либо одним, либо нулем способов, да? То есть число 6 можно представить только как сумму трех двоек, а число 5 нельзя представить в виде суммы двоек, потому что оно нечетное, двоек четное. Ну, то есть получается, что эта последовательность будет выглядеть так. 1, 0, 1, 0, 1, 0 и так далее. Вот. Вот давайте для нее запишем производящую функцию. Это будет тоже геометрическая прогрессия, но с другим знаменателем уже. Это будет геометрическая прогрессия со знаменателем q2. Правильно? Ну вот. Ну хорошо. Значит, мы ее тоже можем представить как единицу делить на 1 минус, но теперь не q, а 1 минус q2. Согласны? Ну хорошо. Ну вот мы вроде как решили две такие задачи, каждый из которых ничего не стоит. Но теперь осталось сделать усилие и, например, поставить задачу так. А сколькими способами можно разбить число в сумму и двоек, и единиц? Вот. Если у нас есть два таких ряда, то... Это вот как раз то самое... Зачем нужны такие ряды? Если у вас есть два таких ряда, то оказывается, что если эти два ряда перемножить, то вы получите нечто. И это нечто как раз будет производящей функции для необходимого вам числа разбиения в сумму единицы двоек. Ну давайте я это немножко прокомментирую. Потому что сейчас, наверное, это пока что выглядит как вещь такая совершенно необоснованная. Ну вот. Давайте мы попробуем... Давайте мы попробуем взять число какое-нибудь n и представим, что вы видите сумму скольких-то двоек плюс скольких-то единиц. Ну, допустим, у нас будет k двоек и l единиц. То есть получится, что n наше равняется 2k плюс l. Да? Вот. А теперь давайте посмотрим... Ну, то есть, вот каждое представление в виде суммы двоек и единиц, вот она имеет такой вид. Сколько двоек, а штука, и сколько единиц, l единиц. Вот. А теперь давайте посмотрим на наши два ряда, на наши две геометрические прогрессии. Вот. И давайте попробуем их перемножить. Вот, допустим, мы их перемножили и не раскрываем слога, не приводим подобные. Значит, мы должны взять просто какой-нибудь элемент отсюда. Там, не знаю, давайте возьмем какой-нибудь... Ну, то есть, если вы будете перемножать среды, что у вас получится. 1 плюс... Как можно получить малую степень 1? Ну, взять только вот этот q и отсюда единичку, правда? Вот. То есть 1 плюс q... Сколькими способами можно получить q квадрат? Двумя. Можно взять отсюда q квадрат и отсюда единичку, плюс q квадрат умножить на 1, да? Плюс... q в кубе как можно получить? Ну, точно так же. Можно получить q в кубе умножить на 1, плюс q квадрат, плюс... Ну, да, и все. Больше мы никак q в кубе не получим. Ну, вот. Плюс дальше... Что? Дальше, например, q в четвертой как можно получить? q в четвертую умножить на 1, а дальше веселее. q квадрат умножить на q квадрат. Отсюда можно взять и квадрат, и отсюда можно взять и квадрат. Плюс 1 умножить на 1, а в четвертую. Ну, вот. Здесь второе со множеством всегда кое в четной степени то, что он берется из этой скобки. Ну, вот. Давайте я каждому из таких вот складаемых сопоставлю разбиение числа. Того разбиения метрового числа. Ну, того числа, которое равно степени этого монокома. То есть 0, единички, двойки, двойки, тройки, тройки, четверки, четверки, четверки. Ну, понятно, я хочу сколько-то двоек и сколько-то единиц. Ну, давайте я скажу, что это 4 единицы, вот, например, это 4 единицы, и ни одной двойки. Потому что здесь 4 я беру из первой скобки, у в четвертой я беру из первой скобки, а у в нулевой беру из второй скобки. Здесь я какое разбиение споставляю этому числу? Две единицы, одна двойка. Почему одна двойка? Потому что это квадрат, который берется в первой степени из второй скобки. Да, я хочу всего разбиение числа 4. Это 2 плюс 2, вот здесь. Это 1 плюс 1 плюс 2. Вот здесь, этому слагаемому я что-то с поставлю? Две двойки, конечно, потому что из второй скобки квадрат я беру два раза. Две двойки, ну и понятно, значит, тем самым получается, что у вас каждая слагаемая будет отвечать на разбиение некоторого числа. И здесь у вас записано разбиение вообще всех-всех-всех чисел. То есть это будет просто 0, это будет 1, это будет 1 плюс 1, это будет 2, это будет 1 плюс 1 плюс 1, это будет 1 плюс 2 и так далее. Значит, получается, что у вас эти слагаемые, каждая из этих слагаемых соответствует разбиению некоторого числа на единицы и двойки. Да, то есть получается, что в этой сумме, если вы, в этом произведении, если вы перемножите и расстроите скобки, у вас будет получаться перед у-в-н-дой количество способов разбить n на двойки и единицы. То есть у вас, вам даже не обязательно считать эту замкнутую формулу, вы просто говорите, ну вот я два таких ряда возьму, засуну их в компьютер, перемножу, а потом посмотрю на коэффициент перед у-в-сотой, это будет количество способов разбить сотню на двойки и единицы. То есть, по сути дела, вот эта вот формула решает задачу за нос. Вот, и понятно, что эти две геометриические прогрессии, в каждую из них я могу записать в более компактном виде, как дробь 1 делить на 1 минус Q или 1 делить на 1 минус Q квадрат. Вот, то есть получается, что это вот такая вот дробь, числитель единицы, знаменатель произведения 1 минус Q и 1 минус Q квадрат. Ну хорошо, давайте теперь мы уже готовы к тому, чтобы решить нашу задачу в полной общности, как ее ставил Эйлер, посчитать производящую функцию для числа разбиения. Мы не можем найти замкнутую формулу, но мы можем посчитать такую производящую функцию. Значит, а вот давайте следующую задачу, да? Если мы теперь скажем, давайте считать разбиение на славы, непревосходящие, ну не двойки, а уже какого-то К произвольного. Мы можем рассуждать точно так же и записать не две такие скобки, а К разных скобок. Первый будет геометрический прогрессии с знаменателем Q, второй со знаменателем Q квадрат, в третий со знаменателем Q в кубе и так далее. Понятно, да? В последнем, где будет 1 плюс Q в кубе, плюс Q в кубе, 2к плюс и так далее. Геометрический прогрессия с знаменателем Q в кубе. Вот. То же самое рассуждение вам показывает, что в таком произведении коэффициент при Q в N это количество способов разбить N на слагаемые, каждый из которых мне превосходит A. И тем самым вы можете сказать, что такая производящая функция – это вот такая дробь, которая в числителе единицы в знаменателе 1 в кубе, 1 в кубе, 1 в кубе и так далее, 1 в кубе. Вот. Хорошо? Ну ладно. А теперь давайте сделаем следующий переход. А если у нас никакого ограничения на это К нет? Если мы теперь берем и стремим к к бесконечности. То есть, если мы не говорим, чему максимально может равняться наше слагаемое. Вот. Значит, пожалуйста, вот общий теорема, который мы... Ну вот только вместо К в этом произведении надо поставить бесконечность. Правда? Ну как-то вот так это надо сделать. Надо перемножить бесконечное число таких вот дробей. 1 делить на 1 минус кубка. Ну вот. Вот, пожалуйста, результат с Элера для производящей функции для количества разбиений числа. Вот. И здесь написано что-то странное и страшное, да? Бесконечное произведение. Вы с такими, может, в мотанализе сталкивались или... Было? Не было, да? Ну, в мотанализе, на самом деле, действительно страшноватая тема, потому что там приходится тоже исследовать сходимость каких-то рядов. Там написать что-то такое непонятное рассказывать. Ну вот. А у нас все просто. Значит, мы с вами общаемся с рядами как с такими формальными суммами, как с многочленами на бесконечной степени. Вот. И... Ну ладно, нам говорят. Ну вот, перемножьте, пожалуйста, в бесконечное число таких скобок. Вот. Виды того, что написано сверху. 1 плюс q плюс q квадрат и так далее. То есть, 1 плюс q квадрат плюс q в четвертый и так далее. Вот. Как перемножить бесконечное количество таких скобок? Ну, непонятно вообще, что значит перемножить бесконечное число чисел. Ну, на самом деле, это и не нужно. Значит, давайте подумаем. А вот, если мы посмотрим на такое вот бесконечное произведение, то что у него будет стоять при нулевой степени? Допустим, какой у него будет свободный член? Единицы, конечно, потому что у каждой соотношенность свободный член длинца. Единицы сколько раз на себя не умножай, получим единицу. Хорошо. А как посчитать то, что у него стоит при q? При q в первом. Ну, тоже единицы. Почему? Потому что у есть только в первой скобке. А это значит, что второй, третий, сотый, тысячный, миллионный и всех остальных скобок мы можем взять только единицу. Потому что оттуда просто никакого, никакого у степени 1 там нет. Это значит, что мы слагаем, мы можем брать, то есть, не тревялись со мной, что мы можем брать только из первой скобки. Хорошо. Ну, ладно. Ну, давайте посмотрим на член 3 к квадрату. То же самое рассуждение говорит нам, что мы для q квадрата можем взять нетривиальный со множитель только из первой или второй скобки. Потому что третий скобка уже имеет вид 1 плюс q в кубе плюс и так далее. Там уже q в кубе, который на ответ ваш не влияет. Хорошо. А если мы хотим посчитать миллионный, то есть коэффициент при q в среднем миллион, но это значит, что вам надо перемножить миллион первых скобок и посмотреть, что стоит при q в миллион. Ну, вы это, наверное, не сделаете, но компьютер сделает. Вот. И, ну, тем самым получится, что для нахождения каждого коэффициента вам нужно произвести конечное число операций. То есть, это чисто ангибраическая операция. Вам нужно смотреть на... Вам нужно перемножать и складывать конечное число чисел. Вот. Вам не нужно здесь делать никаких даже предельных переходов. Вот никакого монтанализа здесь даже и нет. Вот. Хорошо. А теперь давайте посмотрим на знаменатель, который стоит вот в этой вот дроби. Это тоже такое бесконечное произведение страшноватое, но уже менее страшное. 1 минус q, 1 минус q в квадрат, 1 минус q в кубе и так далее. Ну вот, давайте попробуем его посчитать, там, несколько первых членов. Вот, если я напишу 1 минус q, 1 минус q в квадрат, 1 минус q в квадрате, 1 минус q в квадрате, 1 минус q в квадрате и так далее. Что у него, например, стоит... Ну, слабый член у него есть единица, да? Это не знаю, на этом уже можно пасть. А что у него стоит при q? Какой коэффициент? Минус 1, конечно, потому что у можно взять только из первой скобки, как мы знаем, мы сбрались. А, то есть, 1 минус q, а здесь q стоит минус. Хорошо, а при q в квадрате он что стоит? Тоже минус единицы, да, потому что в квадрате вот есть только. Ну, здесь есть q, но если вы не нашли, нельзя умножить, чтобы получить q в квадрате. Потому что q в квадрате нет больше ни где, минус q в квадрате. Хорошо, а дальше при q в квадрате что стоит? Единицы нет, а если еще немножко подумать? 0, конечно, потому что, смотрите, как мы можем получить тройку? Мы можем сказать, минус q умножить на минус q в квадрате, это будет q в кубе. А еще мы можем сказать, 1 умножить на минус q в квадрате, это будет минус q в квадрате. А ним взаимо уничтожится, получится 0 умножить на q в квадрате. А при q в квадрате что будет? Тоже 0, потому что вот минус q в квадрате умножить на 1, и что? И минус q умножить на минус q в квадрате. Это два способа получить 4, которые имеют противоположный знак, а ним взаимо уничтожится. немножко эту штуку посчитал значит мы можем действительно раскрыть скобки получить такое выражение следующее будет коэффициент будет q5 и при нем будет коэффициент уже не 0 и не минус 1 а 1 q5 q7 сейчас насчитал тут несколько еще еще значит вот примерно 40 штук первые будут выглядеть так внимательно посмотрим и вы мне скажете что в нем удивительного тут есть несколько вещей которым надо удивиться вот лёша уже все это знает правда потому что он смотрел кино но давайте скажите мне вот мы перемножились получить такой ответ что в этом ответе странного а коэффициента только плюс и минус 1 еще 0 а нулей смотрите нулей вот это тоже вещь которую нельзя сейчас мы не можем сейчас сказать строго но вот как-то как-то видно 1 2 5 7 потом 12 15 потом опять дырка от 15 до 22 все все нули 22 26 от 20 до 6 до 35 опять там 9 8 коэффициентов все нули значит нулей все больше и больше и последний становится все более и более разреженной ну вот давайте это отметим ну вот а что еще что еще вы можете заметить вот глядя на эту последовательность так чисто так эмпирически что степени как ведут себя степени а как ведут себя знаки что может сказать про знаки может ли вы можете ли вы предсказать поведение знаков два минуса два плюса потом снова два минуса снова 2 плюс хорошо то есть смотрите явно есть группа такая куйку квадрат то есть 1 и 2 потом группа 5 и 7 потом группа 12 15 потом группа такая группа группа да в общечеловечном смысле не как он бравильский структура такие вот два слагаем 22 26 потом 35 и 40 хорошо можете ли вы что-то что-то еще про них попробовать предсказать что любую степень я не знаю на самом деле правда ли то что вы сейчас говорите нет да вот отлично разницы между степень я увеличивается между на единицу если мы возьмем два слагаемых одного знака смотрите квадрата это 1 и 2 между ними разница 1 дальше что это 5 7 между ними разница двойка дальше 12 15 разница стройки дальше 2226 разница 4 35 40 разница 5 ну вот два минуса два плюса и разность действительно будет одного знака вот хорошо а следующий вопрос тогда что такое 15 12 22 35 ну вот вот на самом деле это знали все древние греки что что это как известно жили на берегу моря где много камней и они из этих камушков любили складывать разные фигуры да вот например и остатки этого остались даже в современном нашем языке да мы говорим что число 16 является квадратом почему квадрат но потому что из 16 камушков можно сложить квадрат смотрите а еще греки например были там треугольные числа например 1 3 6 10 это вот из десяти камушек можно сложить вот такой треугольник если вы будете складывать камушков пятиугольники будете получать такие вот примерно фигуры и в них будет камушков как раз 1 5 12 22 35 так далее ну на самом деле вы легко можете доказать это можно сделать там по индукции или вернуть еще что это пятиугольное число выражается такой формулой n умножить на 3 минус 1 пополам ну вот и на самом деле вот тот самый результат который до которого мы с вами практически догадались глядя на этот ряд на этот ряд мы с вами все все что здесь было уже подметили ну кроме вот это как раз о пользе эксперимента в математике вот вы оказывается знаменатель той самой производящей функции он выглядит вот так вот он получается из пятиугольных чисел вот вот здесь первое слагаемое после минус единцев это у в степени пятиугольное число nt а следующее это ку в степени пятиугольное число плюс n помните там были 5 и 7 да за пятерку следовало семерка а за там за 12 следовало 15 и так далее ну вот и над этой задачей эйлер бился ну по-моему даже не один десяток лет вот то есть он заметил закономерность он долго пытался доказать конце концов доказал но это помимо того что результат сам по себе достаточно красив он например позволяет очень быстро считать число разбиений значит ну когда мы например пытались посчитать сколько сколько есть разбиение числа 5 до чтобы эти 7 разбиение выпустить но нам потребуется какое-то время но то есть вы так вырисовывали все диаграммы юнга из десяти клеточек то у вас бы на это что у меня десятка минут наверное а оказывается что очень быстро последовательность можно посчитать с помощью пентагональной теоремы эйлера вот это результат называется пентагональная и пятиугольная теорема эйлера потому что в нем участвуют пятиугольные числа вот например в книжке табачьи по и фуксам математический диверсисмент можно почитать как это делается вот ну и на самом деле в такой большой математике в теории чисел теории представлений этот результат имеет очень такие далеко идущие обобщение но мы сегодня про них разговаривать не будем но это такое кому интересно можете начать с книжки табачник по и фуксам или статьи фукс в журнале квант там потом в конце будет будет ссылка там все совершенно понятно написано и с теорией можно разобраться она имеет несколько доказательств в том числе довольно простых элементарных вот хорошо значит что дальше а вот такой вопрос а вот если я возьму прямоугольник размера м на н сколько в нем таких вот диаграмм ну сколько диаграмм юнга в него можно вписать если вписывать эти диаграммы вот начиная вот левого верхнего угла вот например мы кладем в кухне плитку и кухни влезает м плитки по одной стороне n по другой и вот сколькими способами мы можем положить там хоть сколько плит ну если например наш кухни 2 на 2 сколько способов сколько способов положить плитку в кухне 2 на 2 ну громче нет можно вообще не просто никаких ничего не границ имеет такой а можно взять положить одну плиточку и на этом успокоиться да я плитку просто начинаю класс от угла и вот это это наше соглашение хорошо а что еще можно сделать положить две плитки горизонтали а можно положить две плитки вертикали можно заложить плитки всю кухню а можно оставить одну плитку получается всего шесть способов правильно что вы нет можно она можно работать только вот этот угол верхний левый угол задействован а дальше от него начинаем плясать дальше мы каждую следующую плитку мы хотим предложить чтобы у него было две стороны общие вот с этой стенки вот с этой стенки или с предыдущими плитками да ну то есть это тоже самое как если бы мы прочертили границу этой самой плитки этой фигуры ограничены плитки и стали выдумать а столькими способами можно прямоугольники прочертить такую вот ломаную линию а кстати сколькими это как раз такая совершенно классическая задачка комбинаторики для первого курса и 9 класса и кружка вот сколько способов можно в прямоугольнике размера м м провести такую ломаную из левого нижнего угла в правый верх если есть например какой-нибудь город такой вот регулярной сеткой улиц то сколькими способами машина может проехать из левого нижнего угла правый вверх если она может есть только вверх или вправо ну на самом деле можно сказать что да вот 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 наш пример да вот этот пример который мы на том что нарисовали и вы можете сказать что вы просто рассматривать такие пути которые как так идут по этому прямоугольнику но и а этот путь этот путь можно закодировать такой последовательностью символов значит вот я рассматриваю действительно город в котором машина едет на северо-восток и машина за каждый ход проезжает квартал она может проехать квартал на север и квартал на восток если машины и портал на север я оставлю мои инструкции мои последовательности оставлю букву n а словно если она проезжает на восток я получаете что моя инструкция здесь приписывает машине ехать один квартал на север два на восток видите да значит потом снова один портал на север 2 на север 2 на север 2 на 100 1 на север вот приехали значит сколько есть таких инструкций сколько сколькими способами можно написать какую инструкцию которая приведет водителю нужное место а но это число сочетаний на самом деле да это вам нужно из m плюс n квартал выбрать те которые вы проедете на вас на север или т.н. которые вы проедете на восток соответственно что то же самое ну вот это число сочетание теория согласуется с элементом получилось здесь 6 и там 6 хорошо ну ладно а теперь давайте считать что мы сколько-то немножко уже поиграли с обычным диаграммами юнга с плиткой ванной и теперь будем играть в кубики будем укладывать в углу комнаты вот угол комнаты и мы будем строить в нем башню из кубиков которая тоже так чтобы каждый следующий кубик у нас имел бы три общие стороны с предыдущей конструкции то есть первый кубик мы можем поставить просто в угол это единственный способ 2 кубик мы можем поставить либо на него либо спереди от него либо там слева значит второй кубик мы можем поставить тремя способами 3 минут какие-то больше вот получится у нас такая вот фигурка такая да совершенно верно да или что то же самое ты можешь сказать все кубики туда вниз сваливать это на самом деле очень очень хорошая интерпретация потому что она тебе даст твою форму диаграммы касси там и поверхность график какой-то функции двух переменных это сейчас на самом деле страшно популярная наука за которой вот в частности за за результаты дней андрея то есть мне кажется что что это там какие-то случайные диаграммы это это вот то что сейчас очень очень сильно в моде хорошо значит вы можете на самом деле на эту конструкцию смотреть так как предлагает лёша а может сказать что ну давайте мы представим что мы надел смотрим сверху и мы говорим мы видим обычную диаграмму юнга но над каждый над каждой клеткой построен сколько-то этажей этого сейчас модно строить эти дома переменной этажности вот значит у нас в главой клетки нас три этажа над следующими двумя клетками по два да ну дальше там где двойки единички ну вот то есть той диаграмме юнга которые здесь нарисованы соответствует такой вот такая штуковина или есть соответствует такой поэтажный план здания да у вас третий этаж состоит из единственного кубика второй этаж в плане выглядит вот так вот 211 3 4 2 1 3 разные интерпретации одного и того же объекта такая картинка трехмерная как последний сложным диаграммами как какая-то таблица как диаграмма юнга заполненные числами такие штуки тоже бывают полезные называются таблицами юнга ну вот а теперь мы решили ту же самую задачу как для плитки только уже для трехмерной диаграммы юнга значит тут у нас мы решили задачку про число сочетаний и получилось что получилось что у нас это самое число сочетаний есть количество способов замостить кухню плиткой вот а если у нас есть такая комната в которой мы хотим но есть какой-то такой прямоугольный аквариум который мы хотим уложить сколько-то кубиков по такому правилу и сколько всего таких есть сколько всего таких конфигураций вот ну для начала давайте попробуем смотреть на прямоугольный она аквариум такой высоты 2 да значит аквариум высоты 1 это то же самое что смотреть на аквариум высоты 1 то же самое что мастить кухню плиткой правда плитка либо есть либо нет то есть кубик тут либо стоит либо его нет ну вот а если у нас есть такая вот такой дом переменной этажности но у него количество этажей не превосходит 2 мы можем смотреть на на его поэтажный план нарисован на правой картинке сейчас мы с помощью этого поэтажного плана найдем количество таких способов уложить кубики в этом прямоугольном пролепит и 1 на 2 ну давайте вот посмотрим на два этих пути значит синий путь у меня ограничивает второй этаж а зеленый путь ограничивает первый этаж понятно ли что спросите что-нибудь если ну смотрите я смотрю на картинку сверху и смотрю на первый этаж кто у меня занят кубиками у меня значит получается ну то есть мне надо но я поднимаюсь наверх и вот вот такая ось у меня соответствует оси который идет вниз а вот ось которая идет вниз вправо она здесь идет вправо то есть картинку надо так повернуть мысленно и смотреть не сверху вот хорошо значит получается такой поэтажный план здания и синий путь что про него может сказать значит не может быть так чтобы второй этаж выдавался над первым да то есть обязательно синий путь у меня проходит над зеленым ну или с ним совпадает может каким-то каких-то места а давайте я сделаю так чтобы синий путь у меня бы вообще не совпадал с зеленым а проходил бы строго над ним для этого я зеленый путь подвинул на одну клеточку вниз и одну клеточку вправо правильно значит тогда получается что синий и зеленый пути у меня не пересекаются синий путь идет с точки а 1 . б 1 а зеленый идет из точки а 2 . б 2 вот как бы . а 2 получается один сдвигом на такой вектор хорошо значит давайте теперь посмотрим на эту картинку и и скажем ну да вот на самом деле если мы у нас есть картинка такая как нарисован справа и звуки не пересекаются то мы можем и сдвинуть тогда синий путь будет проходить как бы не строго сверху над зеленым а это значит что мы из этой картинки можно будет готовить такой поэтажный план здания значит количество диаграмм юнга параллеливиде 2 на m на n равно числу пар таких вот не пересекающихся путей вот хорошо если бы у нас не было условия того что эти пары не пересекаются то количество таких пар путей было бы равно квадрату числа сочетаний из m плюс n по n почему ну потому что путь из 1 в 1 можно можно задать цель из m плюс n по n способами и путь из а2 в 2 можно задать таким же количеством способов если у нас нет таких условий на них то то просто значит надо количество способов перемножить есть какие-то вопросы ладно хорошо значит ну ладно а давайте а теперь могу вкуснее политоча парни пересекающихся путей непонятно что делать но давайте сделаем так давайте будем считать количество пар пересекающейся путей общее количество пар пути мы знаем нам нужно эти хороший пора давайте найдем количество плохих пар и его вычтем из общего числа пар получим количество хороших пар вот вот допустим у нас есть два пути которые пересекаются я сейчас с ними сделаю странное вот у меня нарисован два пути которые один и пусть идет из 1 b1 другой пусть идет из а2 b2 эти пути раз и пересеклись в точке c значит из них диаграмма юнга такую зато сейчас мы с ними сделаем нечто значит давайте мы возьмем первую точку пересечения совпадать ну вот они пожалуйста где-то пересеклись и давайте мы сделаем такую вещь давайте мы идите пути после точки пересечения перекрасим зеленый перекрасим синий а синий перекрасим зеленым и получим что-то вот такое понятно что случилось после точки c я зеленый путь объявил синим а синий его зеленый перекрасим противоположном порядке вот хорошо значит если я провел такую операцию у меня получился путь который идет из точки а1 туда синий путь перейдет в b2 правильно а зеленый путь идет из а2 в b1 ну и получается что теперь эти два пути снова пересекаются потому что . c как была общей так и осталось деваться некуда вот но теперь они идут они соединяют эти точки в неправильном порядке а вы на самом деле можете посмотреть на эту картинку и понять что из из таких вот общих соображений что если у вас два пути соединяют точки в неправильном порядке они обязательно пересекаются правильно но вы если проведете путь из а1 в b2 и путь из а2 в b1 то они обязательно пересекутся пути могут идти только вверх и вправо хорошо это такая конечная лимма жордана да это на самом деле страшно полезный комбинаторный прием вот он в огромное количество комбинаторных задач используется вот значит ну получается что число да вы из пересекающихся пары путей из а1 в b2 изготовили пару произвольных каких-то путей из а1 в b2 и из а2 в b1 а теперь давайте посмотрим сколько у нас сколько способов провести путь из а1 в b2 ну я утверждаю что это число это есть количество пути прямоугольники которые на 1 шире и на 1 ниже чем исходу да то есть это число считается и плюс n по по м минус 1 да потому что вот у нас есть если у нас был такой прямоугольник если у нас был такой прямоугольник в котором у нас был какой-то путь вот и мы его мы эту точку кинули на вектор а1 тогда получится что и какой-то отрезок этого пути мы заменили на на что-то такое то получится у нас есть пусть прямоугольник этом на единичку ниже и на единичку шире а число таких путей есть цель из m плюс n по м минус минус 1 это синяя путей столько а зеленых путей число это наоборот это надо прибавить единичку к высоте прямоугольника он будет наоборот хуже и выше вот это значит что пересекающихся путей и за 1 в 1 из а 2 в 2 вот столько произведения двух таких часов сочетания значит мораль число диаграмм юнга в таком вот прямоугольник а в таком прямоугольном параллелепипеде равно c из m плюс n по м квадрате минус такое вот произведение значит что это произведение напоминает людям уч接шим алабибры на первом курсе вот вы видите какой-то такое выражение произведение 2 минус произведения 2 вот сейчас на самом деле не важно что там написано вот важно что это произведение от произведения от а минус моces да это определитель. На самом деле получается, что число диаграмм Юнга в таком вот парнилепипеде считается таким определителем. Ну и на самом деле этот определитель можно посчитать и в качестве упражнения я оставляю вам, опять же оно будет в слайдах, которые будут в интернете, я вам оставляю в качестве упражнения доказать, что это число равно вот такому вот произведению, которое на самом деле напоминает число сочетаний. вот то есть на самом деле такую же формула числа сочетания мы уже знаем мы выписали неоднократно вот хорошо лёша когда должен закончить в принципе половину да мы позже начали слушает да это тогда вот прочность очень быстро попробую сказать про про этот самый про квадратный лед в режиме сказки такой уже мы сейчас доказывать ничего не будем будет много картинок хорошо значит мы с вами посчитали сколько сколькими способами можно нарисовать трехмерную диаграмму юнга в прямоугольном параллелепипеде и на самом деле такую же формулу можно обобщить на случай произвольного прямоугольного параллелепипеда любой высоты они обязательно два вот и это так называемая формула макмагона в честь офицера британской армии и впоследствии математика перси александра макмагона сражавшегося в британский индика потом он был комиссован поехал в англию там значит преподавал математику артиллерийском училище и написал много работ про вот эти самые трехмерные диаграммы юнга ну и на 19 век как я обещал значит ладно ну и на самом деле я хотел сказать что к таким вот трехмерным диаграммам юнга который изучал макмагон в конце 19 начале 20 века люди их как-то оставили потом а потом к ним вернулись только в 70 80 годах вот и например они стали ставить задачи вроде тех который стал могу например посчитал число диаграмм в прямоугольном параллелепипеде ну а что стали спрашивать например можно говорить что давайте рассматривать диаграммы юнга у которых есть дополнительные симметрии вот например есть зеркальная симметрия вот в левую картинку можно посередине поставить зеркало и диаграмма левая часть будет выглядеть так же как право вот а была диаграмма с осевой симметрии которую можно поворачивать на 120 градусов относительно оси которая в них вот так входит такая три секриса и первого октанта значит хорошо а еще диаграмма с полной симметрии то есть зеркальный и осевую она не является зеркально симметричным видеть можно поворачивать на 120 градусов то есть о такой картинке ее как бы 6 симметрик ну и для них тоже их тоже можно считать для них можно выписывать производящие функции так далее ну а еще можно сказать какие диаграммы юнга самые самые симметричные ну а еще например мы можем у тебя грамм юнга брать дополнение то есть например если взять картинку и считать что она расположена в кубике на зрели такого куба то есть те то место которое не заполнено кубиками она тоже представляет собой диаграмму только которую мы уже повернули как-то надели на нее сверху другая дополнительная часть вот какой-то комментарий но хорошо значит а и давайте исследовать такие диаграммы которые совпадают с таким своим дополнением например если мы возьмем четыре куба в таком кубике 2 на 2 на 2 вот так то количество эта фигура которая не заполнена будет представьте себе ее да она будет совпадать с той фигурой которая которая заполнена куда-то вот и так в кубике 2 на 2 на 2 это единственная конфигурация которая будет такая самодополнительный самодополнительный и обладать полной симметрией а в кубике 4 на 4 на 4 таких будет 2 ну вот а если n равно 3 то есть кубик 6 на 6 на 6 то есть будет 7 штук и вот такие картинки вы тоже можете нарисовать вот да наконец-то наконец картинки ну и опять же там дальше можно считать там сколько их в кубике 8 на 8 на 8 и так далее значит будет такая последовательность довольно странная 1 2 7 42 429 и так далее значит что это за последовательность народ довольно долго не мог понять значит ну математики специалисты комбинаторики знали ее как вот последовательность количество таких tsscpp total symmetric self complementary plane partitions вполне симметричные самодополнительные плоские разбиение плоское разбиение то же самое что диаграмма юнга ну вот а еще ну и они смотрели не и более-менее не знали что с ней делать ну какие-то формулы для их формула и догадались я сейчас про это скажу а еще были такие люди мат физики которые изучали так называемые решеточные модели вот это как раз тот вопрос который не мог ответить лёша значит рассмотрим да вы учили химию знать химическую формулу воды h2o правильно а лёша ответил c2h5h да вот неправильно вот значит давайте представим себе что у нас есть квадратная такая решетка просто на клещатой бумаге нарисованы атомы кислорода а между каждыми двумя кислородами нарисован атом водорода это лед этот молекулы не движутся они они заморожены они в этой решетке сидят нарисован на плоскости так называем модель квадратного льда вот и давайте мы эти атомы соединим в молекулы так чтобы каждая молекула кислорода был соединен с двумя атомами водорода ну вот такая конфигурация получается да но понятно что произвольным образом так накидать этих палочек вы не можете вы можете только ну вы как-то эту самую операции строите и ну вот вы например этот водород среди не может соединить с обоими кислородами он должен быть соединен только одной химической связи него одного ли хорошо значит сколько таких конфигураций если эти самые кислороды у нас образуют квадрат n хорошо значит ответ оказывается да значит можно это интерпретировать таким образом можно сказать что у нас есть такой такой пазл как на этой картинке внутри пазла сидит внутри каждой детальки мозаики кислород и у него есть два таких шпенечка и 2 вы значит шпенечки те водорода с которыми он дружит вот пожалуйста вот середине там такой коричневый это кислород который соединен с двумя водородами сверху и снизу а вот например желтенькие они соединены с водородами справа и слева от себя зеленые те у которых такой уголок получается вот и значит мы можем рисовать такие матрицы у которых желтенький кислород заменен на единичку коричневый на минус единичку но и оказывается что такие матрицы как бы легко можно проверить удовлетворяясь следующему свойству них единицы минус единицы чередуются по строчке если забыть про те нули которые между ними то есть после каждой единицы может стоять такая последовательность нуля и обязательно дальше минус единицы или все а единица сколько нулей единицы не может потому что ну опять потому что водородов не хватит тем кислородом которые стоят середине хорошо значит это такие знак очередующиеся матрицы и их и они отвечают конфигурация квадратного льда и вот и мат физики стали смотреть на число этих матриц и получили ту же самую последовательность а что это последовательность та же самая это заметил такой выдающийся комбинаторики ричард стендер из мать и вот пожалуйста та же самая последовательность эти числа какие-то такие явно очень не случайные они раскладываются на маленькие простые множители смотрите вот шестизначное число которое но это просто два квадрата на 3 13 квадрата 17 на 19 она разваливается на маленькие простые множители ну вот ну и еще они оказывается возникали связи с такой таким методом подсчет определителей конденсации доджессона а кто такой дождь это такой значит малоизвестный английский математик середины девятнадцатого века с очень известным портретом да кто-нибудь признал но вы наверное на большинство присутствующих наверно знакомы с его работами и читали даже его книги вот книгу о лице стране чудес то считал вот это этот математик писал книжки под псевдоним льюис кэрролл хорошо значит получается такая последовательность чисел про которые мы хотим что-то сказать и это последовательность чисел это последовательность чисел возникает с плоскими разбиениями также вот ну тут дальше про эти матрицы можно что-то такое говорить и число этих матриц можно подразвить еще на их можно подразвить еще на какие-то кучки такие в зависимости от того где у нас ставить ну то есть как как ведет себя первые строчки недостатком времени на на этом останавливаться не будут и получится что у вас есть такой ну такой треугольник паскаль значит у вас есть треугольник паскаль у которого сумма это интересующее вас число 111 значит сумма второй строчки до 2 сумма 3 строчки это 7 сумма 4 строчки 42 значит вот эти все числа их можно определить терминах знак чередующихся матриц или этого самого квадратного льда получается такой треугольник паскаля который народ насчитал вот это тоже такой факт экспериментальный это большое количество компьютерных экспериментов было проведено просто непонятно что с этим делать опять же где тут закономерность ну вот и американский математик милс роббинс и рамси которые с этим работали они ну не знаешь совершили какой-то совершенно гениальный догад значит а именно они между двумя любыми новыми каждыми числами в этом треугольнике записали их отношения в виде дроби какой-то странной дроби да может быть сократим значит вот один и дальше там 11 это 2 2 до 1 делить на 1 2 2 там дальше написано 2 2 и 3 3 2 2 3 3 2 7 14 это то же самое что 2 4 а 14 14 это то же самое что 5 5 а 105 делить на 135 от 7 9 да ну вот то есть мы получается что по черному треугольнику который мы опять же насчитали в результате эксперимента каким-то странным способом строя красный треугольник из дробей вот а теперь давайте этот черный треугольник уберем и оставим только красный треугольник из дробей на самом деле это получился почти что треугольник паскаля вы видите как как треугольник паскаля устроен у него каждое число которое в нем есть какой-то строке равно сумме двух чисел в предыдущей строке справа и слева вот вы видите что треугольник устроен точно так же но на самом деле когда вы учились пятом классе и учились складывать дроби да наверное было трудно вот и наверное вы думали ну почему такие глупые правила сложение дробейчик в общем знаменатель надо проводить почему нельзя числитель складывать числителем а знаменатель знаменатель а давайте считать что можно ну давайте я напишу что там есть 2 5 плюс 7 9 равно сколько я складывать 9 знаменатель да 9 числитель 14 знаменатель 914 вот у меня там написано как раз 914 вот если использовать правильное правило сложение дробей то это треугольник паскаля вряд ли что нет ну в двадцатом веке то уж народ народ понимал да как значит вот получается то есть они долго довольно играли с числами вот и оказывается что есть такие представления ну такие представления каждой дроби дроби может быть сократим что что есть такое правило что каждая дробь получается из двух которых стоят на дней как сумма числителей делить на сумму знаменатель медианта такая вот медианта медианта называется теоретикой дробей ну да да ну вот она здесь тоже используется да в качестве такого вот в качестве отзывникательного правила я скажу что такое правило сложение дробей как вам этого хотелось в пятом классе но не разрешала учительница ну ладно а теперь на на самом деле если посмотреть на последность числителей то в общем то ясно что это сумма двух треугольников паскаля если к этому еще присмотреться то вот на самом деле у меня здесь написано сумма двух треугольников паскаля числа там все единицы 1 2 3 4 1 3 6 1 4 и так далее это вот треугольник паскаля то есть на самом деле это вам позволяет выдвинуть гипотезу чему равна красное отношение и отсюда получается то что называется гипотеза а знак очередующийся матрица а то чему равно число вот тех самых конфигураций квадратного льда которое было очень нужным от физики оказывается такая немножко страшная вещь с материалами но вот из того что написано сверху вы можете вывести сейчас я скажу про это значит это гипотеза простояла лет так примерно 12 то есть она была сформулирована это больше на ну да она была сформулирована где-то в начале восьмидесятых вот и народ ее довольно долго пытался доказывать понял довольно много про плоские разбиения понял довольно много про квадратный лед значит и доказали ее только в девяносто пятом девяносто шестом года причем два человека двумя независимо разными совершенно не похожим друг на друга методами упражнение это вывести зная первое вывести второе но это такое упражнение несложно это не доказать твоя сам гипотез ну вот значит в девяносто четвертом году эндрюс доказал джордж доказал что число тех самых 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 симметричных плоских разбиений число самых самых симметричных диаграмм юнга которые я показывал на картинке она считается той же самой формулой но не было доказано что знак очередующий самарец или что эти самых квадратных льдов разных такое же число ну и в девяносто пятом году это было сделано таким израильско-американским математиком дорону зельбергером он представил какую-то ужасную совершенно статью на 80 страницах вот которую ну знаете в статье бывает там теорема леммы да может быть там иногда будет под леммы его были под под леммы под 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 леммы под в шестой степени леммы вот стэнли тот самый разбил это доказать доказательство на большое количество кусков и выдала в 88 рецензентам которые должны были проверить все это и понять действительно ли это все согласуется значит по дороге залатали пару ошибок действительно выяснилось что согласуется вот но всего через год появилось второе доказательство через год после того как было решено что действительно гипотеза что действительно доказательство зельбергера работает вот вроде как человечество в этом убедилась через год вышло более простое доказательство которое используют методом от физики его придумал такой польско-американский математик грек куберберг вот они на этом слайде вот да грек куберберг кстати очень многое время посвящает администрирование архива да вот он является каким-то одним из отцов основателей сайта на которые математики выкладывают все свои припринты статей архив корнельского университета ну вот и и вот таким образом гипотеза о знак чередующей матрицы была доказана двумя разными способами вот ну это наверное все уж на на этом уж точно все